Народное творчество, дизайн и фотография, спорт и здоровье. Это лишь малая часть направлений, которые охватил конкурс. Номинаций всего семь, и в каждой был выбран свой победитель. Принимала участие вся Тамбовская область, самозанятая всей Тамбовской области. Всего было подано 52 заявки. Если мы сравним с прошлым годом, то в прошлом году было подано всего 20 заявок. Это, на мой взгляд, хороший рост для такого мероприятия. Цель данного конкурса – выявить и показать лучшие практики наших самозанятых, которые представлены здесь. Так, например, первое место в номинации «Лучший производственный проект» заняла Екатерина Геннеберг. Пока самозанятая, но в скором времени планирует открыть свое ИП. Занимается она изготовлением изделий из искусственной кожи. Это всевозможные блокноты, папки для документов, обложки и кошельки. И доступно, и экологично. Так говорит про свои изделия сама Екатерина. У меня скоро младше 3 года, и нужно выходить на работу. На работу выходить не хочется, поэтому я плотно занимаюсь тем, что я хобби превращаю в работу. Дошла до этого, наверное, как и все в основном творчеством занимаются, когда я ушла в декрет, родила первый раз, и мне захотелось изготовить альбом для своей дочери. Я начала поиски, закончила курсы, и после этого меня так захватило мое творчество, что я до сих пор занимаюсь более 5 лет уже. Чтобы поучаствовать в конкурсе, достаточно было просто отправить минутную видеопрезентацию о своей продукции или услуге. Самозанятые также предоставляли финансовые показатели и рассказывали о себе. За креативность добавляли баллы. Данный конкурс проводится в рамках национального проекта развития малого и среднего предпринимательства. Это инициатива президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, и она приводит к достойным результатам. Кто бы мог подумать, что в Тамбовской области количество самозанятых вырастет вдвое только за год. Мы видим, как стремятся к собственному бизнесу, к душевному бизнесу. Наши предприниматели всячески им помогают. Начинающим бизнесменам предоставляют финансовые меры поддержки в виде грантов и субсидий. Кроме того, для них постоянно организуют различные ярмарки и подобные конкурсы для продвижения своего дела. Конечно, все проекты самозанятых тумбовчан были высоко оценены экспертами. Участниками были люди из совершенно разных сфер. Это и бьюти-сфера, и репетиторство, и рукоделие, и даже изготовление хлеба. Каждый из семи победителей получил сертификат на 20 тысяч рублей на продвижение своего бренда. Полина Матовникова, Николай Иванов, Александр Кобзарев. Область новостей.